Здравствуйте. 12 октября проходило в Москве заседание Президиума Российской Академии Наук. Заседание было посвящено ситуации в Афганистане, которая сложилась после ухода оттуда американских сил. Выступали академики, представители науки, академики тоже среди них были, и выступали представители власти. А это, значит, Кабулов, замир Кабулов, это спецпредставитель президента по Афганистану, и вторым был Венедиктов, зампредседателя Совета Безопасности. Вот это они подводили итог. Кстати, очень замечательно, что они сидели за отдельным столом. То есть, вот, понимаешь, вот, я не знаю, как, ну, знаете, есть такие, так сказать, традиции, мы, мол, с ментами за одним столом сидеть не будем, мы воры в законе. Ну, я это так, просто похоже это было, да, я из 90-х, поэтому у меня такие странные ассоциации. Так вот, первой выступала Ирина Звягельская, доктор исторических наук. Она из института Непримакова, который занимается проблемой Ближнего Востока. Она как раз эту проблему пыталась, старалась обрисовать. А, в принципе, результатов вот на данный момент два. Первый результат – это то, что пришли к власти талибы. Талибы, так сказать, ну, движение, скажем так, экстремистское, по нашим понятиям. И, кстати, Талибан – организация запрещенная в Российской Федерации. Вот эта вот традиционная фраза ни разу не прозвучала на Президиуме Академии Наук, кстати. Вот, хотя никто её не разрешал, эту организацию. Вот, и это первое. И поэтому, значит, ну, в принципе говоря, вот они поддерживают Аль-Каиду, с ней поддерживают связи. Аль-Каида является противником Саудовской Аравии. Вот, так сказать, очень важное мусульманское государство. Вот такая проблема. Значит, вот, например, один из важных, так сказать, представителей Арабского Востока – Катар. Вот он сейчас идёт по пути, скажем так, модернизации, хотя, говорит, модернизация очень условная. Условная – это условная. Ну, вот, например, у него в Катаре есть космическая программа, да-да-да. Так вот, в этой космической программе 80% научных работников, как вы думаете, кто? Женщины, да. Так что это мощно, это мощно. Это мощные изменения, да. Так вот, у нас-то таких процентов нет никогда, чтобы где-то… Ну, с другой стороны, это значит, что это космическая программа, это важно, неважно и неинтересно, поэтому мужчины такими делами не занимаются, да. Вышивание – это фактически для них, значит, видно по их понятиям. Ну, ладно, дело не в этом, в конце концов, а вот в том, как их воспринимают, да. Первое – это вот этот вот как раз момент восприятия их, то есть такая определенная настороженность. То же самое, все, короче говоря, все вот эти вот игроки, включая Иран, игроки на политической арене, Иран, который обеспокоен положением, значит, своих единоверцев, да, на территории Афганистана, они вот как-то так, ну, давно уже имеют контакты с талибами, все оказались уже с ними в контакте. Второй вывод – это то, что американцы бросают своих союзников. Ну, это не первый, кто бросает своих союзников, Советский Союз, вернее, уже тогда Российская Федерация во времена Егора Тимуровича Гайдара легко и просто бросила своих бывших союзников в Афганистане, их там повесили за ноги те же самые талибы в свое время. Вот такая вот ситуация. Это очень печально, то есть, вообще-то говоря, вот признается такой факт, что американцы, и вместо, ну, как слово международный, мировой жандарм не было сказано, но все-таки жандарм за порядком следит, как ни крути, да, жандарм, в случае чего он, вот говорят американские полицейские, если найдет на дороге остановившуюся машину, он нам еще бензинчик привезет, значит, вы проезжаете с моего участка, вот, ну, вы понимаете, что она играла очень большую роль и в Первую мировую войну, и после преодоления, вот так сказать, последствий этой войны, экономического разорения, вы знаете, я думаю, что не один миллион жизней наших соотечественников был спасен благодаря экономической помощи США после Гражданской войны. Были очень большая роль их во Второй мировой войне, как ни крути. Ну, вот, понятное дело, что мы основную тяжесть войны вынесли, ну, помните, наш замечательный танк Т-34, помню, в фильме наши залегли, все, сейчас погибнут, вот, немцы сейчас их атакуют, и тут откуда-то выскакивает из-за гор, прыгает весело на кочках Т-34. А Т-34 имели гизель с алюминиевым блоком цилиндров, вот, а алюминия, вот, представьте, вот, кто знает, где производился алюминий в то время, тогда ведь Красноярского завода не было алюминиевым, тогда было два места Волхов, знаете, это место недалеко от Ленинграда, и там была война. И второе место это ассоциировано с Днепрогессами, мощными источниками электроэнергии, Волховстрой и Днепрогесс. Все, это уже не источник, через какого алюминия были сделаны двигатели наших замечательных Т-34, выводы делайте сами. Вот, так вот, значит, это, конечно, неприятно, что они бросили, только в случае чего случись, они на всех мокнут рукой. Вот такой вот вывод. Значит, теперь был специалист по Центральной Азии, Белграницкий, вот так он, доктор исторических наук, он востоковед. Значит, он говорит про Южную Азию. Дело в том, что вот теперь получилась такая вещь, что у Афганистана и у талибов есть союзник Китая. Оказалось, что это Китай. Вот, и теперь Китай, вот, Китай вообще через Пакистан, давнишний он его союзник, экономическом плане, и у него, значит, строительство некого транспортного коридора к Персидскому, не к Персидскому заливу, а этот залив называется Бенгальскому заливу, да? Так, чтобы... А, Персидский, это, да, залив, нет, 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 сейчас, сейчас, это не Бенгальский залив, Аравийское море это называется. Бенгальский залив в другой стороне. Аравийское море, значит, дорога, порт, чтобы, значит, по ставке, короче, идти, чтобы не обходить Индию. Индией с Китаем, значит, как кошка с собакой живут, ну, их разделяет Гималайя, поэтому живут, вот. И вот теперь, как бы сказать, обнял, так сказать, рукой Индии, Индия оказалась в окружении, так сказать, недружественных сил, вот. И вопрос такой, что будет ли Китай пользоваться природными ресурсами Афганистана? Вот, на эту тему высказался несколько позже спецпредставитель президента Кабулов. Он сказал, что там мало того, что там надо строить дороги, там нет никакой инфраструктуры, там горы, местность не располагающая, да? Ну, самое главное, там воды нет. Дороги-то можно построить, воду где возьмешь? Вот, вот это вот самая острая для Афганистана вещь. То есть, он не верит в развитие вот этой экономики там. Кстати говоря, академики нам показывали за кривые зависимости, как менялся валовый продукт Афганистана. Вот он какой-то был, 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 был. Потом тут, так сказать, щель в их графике. Это времена, так сказать, после ухода советских сил и до прихода американцев в 2001 году. И тут, значит, такая, значит, рост. Рост, ну, я не знаю, раз в 10. И вот, значит, перед падением уже установленного американцами режима начинается спад. Спад в этой экономике. Как будет дальше, непонятно. Ну, говоря так все, что, в принципе говоря, Афганистан как государство не состоялся. Он жил исключительно за счет внешней поддержки. Вот, ну, вот Советский Союз не мог очень сильно поддерживать. Америка богатая страна. Вот, она его хорошо поддержала. А сейчас все, коллапс будет, да? Нечего там делать. Да, да, кстати говоря, в связи еще с Китаем вопрос такой. А будут ли афганские вот эти вот самые талибы поддерживать или не будут поддерживать мусульманское меньшинство в Китае, которое вот подвергается преследованию? Вот это интересный вопрос. Ну, вот считают, что не будут. Что они с Китаем в таком альянсе, что на это они закроют глаза. Вот так вот. Такой вот вопрос. Ну, что ждут от Афганистана? Ну, скажем так, Российской Федерации. Ждет она прежде всего борьбы с наркотрафиком. Вот будут они, ограничат они его или нет? Ну, видимо, за борьбу с наркотрафиком Афганистан потребует какого-то отступного. То есть, опять же, чего? Ну, поддержки, внешней помощи. Ну, вот сможет ли эту внешнюю помощь в тех размерах, которых оказывают наши потребители наркопродукции, вот, оказать, вот, или нет Российской Федерации в том объеме? Или нет? Или не сможет? Это вот этот вопрос. То есть, либо это им оказывают покупатели всех этих вот вещей, либо это, да, либо это, значит, как-то по-другому решается вопрос. Либо вы им платите, да, вопрос такой, да, куда деваться? Дыра в бюджете, дыра в экономике должна быть закрыта какими-то деньгами. Вот, ну что, ждется, что государство будут и кредитовать. Однако выступал бывший посол, бывший посол Российской Федерации, там, да тот, который посол, там был вот во времена оккупации к Соединенными Штатами, и он сказал так, что долго талибы не продержатся, коллапс в экономике наступает, вот так он считает. Вот, Коноревский, вот бывший посол, я не очень хорошо спрошу фамилию. Вот, ну а дальше было выступление за мир Кабулу. Вот, вышло, выслушали они всех и начали говорить. Ну, какой выигрыш для Российской Федерации Кабулу? То, что теперь в Афганистане нет возможных баз Соединенных Штатов, направленных против России. Восемь лет Россия поддерживает контакты с Талибаном. Что интересует Россию? Это, значит, противодействие терроризму международному и противодействие наркотрафику, производству наркотиков. И вот тут Кабулов искал, что возможности экономики там, прости, нулевые перспективы, потому что воды мало, дорог мало. Талибы меняются, об этом говорили академики, они теперь, понимаете, где-то даже распространены по официальным каналам фотографии, как они в шортиках, на берегу моря отдыхают, во время туда визита в страны Аравийского полуострова, почти что в купальном костюме, да. Ну и ещё он сказал, что вот в Кабуле вроде всё тихо, нет расправ массовых с приспешниками бывшего режима, вот, ну, а как в провинции? Так вот, говорит, мобильная сеть работает, если бы там были бы что-то такое, то оттуда, говорит, нам приходили бы сообщения, значит, и там всё тихо, так считает Кабулов. Ну, будем, говорит, общаться и сотрудничать. Значит, будем надеяться о том, что там будут усиливаться позиции, так сказать, уважения прав человека, но не тех прав человека в европейском понимании, а вот в понимании афганском, а это другие совсем права человека, ну, так сказать, кишлачные, как он сказал, как в кишлаке, да, вот, такие права. Так, гуманитарная помощь нужна Афганистану, и нужен созыв международной конференции по Афганистану, вот, в частности, там в Москве будет какое-то совещание на эту тему международную, естественно, и такая тема ещё, роль Российской Федерации в глазах талибов, какова она. Ну, они говорят, что они уважают Россию, это интересно, он сказал, хорошо, за то, что она всегда умеет правильно выбрать лагерь победителей. Флюгер, да, за флюгерность, что ветер дует в нужную сторону. Вот, ну, и они относительно благодарные люди. Вот такая вот фраза «относительно благодарные», это меня очень поразило. Да, кстати, ещё специалист по Центральной Азии, Восточной Азии, высказал такую вещь, что сейчас происходит некая, скажем так, активность проявляет Казахстан в создании какого-то единого такого военно-экономического антиталибского объединения, в состав которого он хочет включить даже Монголию, но не хочет включать Российскую Федерацию. Вот важный факт. То есть так потихонечку вот Казахстан отчалил от России. Но я лично это связываю с теми знаменитыми словами, которые однажды произнёс наш любимый президент, Владимир Владимирович Путин, всенародные избранные. Он сказал про мягкую силу, вот русский язык должен быть мягкой силой. И после этого во многих соседних союзных республиках русский язык стали, так сказать, изымать из учебных программ, переходить на латиницу, где возможно, с кириллицы. Ну вот такие вот шаги, чтобы нечего тут вам мягкую силу распространять на нас. Понятно. Одно дело вот английский язык как мягкая сила, ну в любую страну приезжай, там скажешь пару слов, тебя где-нибудь поймут, да? Там что-нибудь такое. Thank you. Give me please any book. Или там give me... I want to look this book. Это я однажды сказал на выставке книжной, где эта выставка была товаров для детей, а там были книги детские. И я говорю, I want to look this book. Ну мне дали, на, this book смотри. Вот. Это вот такой мой опыт применения английского языка. Я не только знаю, how you answer. Да я не только это умею. Мы можем сказать, I want to look this book. Ну ладно. I want your money. Ещё можем сказать, да? По-хорошему причём, можем сказать, вежливо. Вот. Такие вот дела. Дальше выступал Венедиктов. Это зампредставитель Совета Безопасности. И он процитировал, помнится, значит, как это называется, пословицу пуштунскую. У иностранцев есть часы, у нас есть время. Вот. И не надо забывать, что у нас, кроме границ с Китаем, которая как так или иначе обустроена, это госграница, есть 7500 открытой границы с Казахстаном. Вот что-то тут надо считать. И мне тут пришла в голову-то мысль. И в силу того, что Казахстан так от нас отчаливает, а не случится ли так, что... Да, и очень так опасается провокация со стороны Таджикистана, потому что таджикское правительство очень сильно антиталибски настроено. Потому что талибы плохо относятся к таджикам, к местным. Ну, как считает представитель Совбеза. Вот. И не случилось бы там военного конфликта. А потом, значит, есть такая мысль. А не получится ли так, что придется Казахстан поделить между Россией и Китаем? Это уже возникла мысль на основе того, что я послушал. Я так вспомнил эту историю. В сентябре 1939 года Россия, Советский Союз вернул тогда к себе территорию, которую утратил во время, значит, Советско-Польской войны. Ну, они, в общем-то, границу перенесли с линии Керзона. Такая была линия Керзона. Вот эта линия, восточная граница Польши, расселение поляков, да, этническая, да, вот, так сказать, линия Керзона ее называли. Вот. Вот они перенесли ее практически до Минска. Ну, вот это вернули, значит, в сентябре 1939 года. А тут ведь тоже у нас и были свои несправедливости, которые КПСС творило, перекраивало границы. Состав Казахстана передавали с области, потому что тут есть пролетариат, тут есть завод, а что там нету? Степь, да степь кругом. Давай, передадим. Хотели бы даже, простите меня, Куйбышев, ныне Самару туда, представляете? То есть, граница с Казахстаном проходила бы по Волге. Она и так недалеко от Волги находится, но тем не менее. Ну, вот. И то, что сейчас называли в свое время целиной, это когда-то была территория, которую осваивали переселенцы из России. Северный Казахстан, это когда-то была Сибирь. Никто там не вспоминал просто Казахстан, не Казахстан. Его когда-то там передали. Ну, вот сейчас граница проведена, все, ничего не можем сделать. А тут все. Нет Казахстана. Перестал существовать. Да, тут такие вот игроки могут быть. Да, и надо сказать, что вопрос-то стоял таким образом, что да, вы к нам присылаете, мы внимательно читаем ваши отчеты, но принимаем решение сами. Потому что вот так как-то явно было, что то, что говорили академики, ну, как-то не совсем совпадает. И потом, значит, они попрощались оба, встали за свое стола и ушли. И после этого началось обсуждение того, что было выступать. Все, они сказали, они ушли. У них дела свои, а тут делишки. Академик Дынкин выступал. Ну, вот тут он и сказал о том, что возможность войны крупной, что Таджикистан может спровоцировать талибов. Заметил, что были празднования, когда приход талибов к власти в Газе, Идлибе. Там, значит, раздавали конфеты. И самое удивительное, в некоторых районах Москвы, населенных исламским населением, там были празднования. Да, вот такая вот поддержка. Надо сказать, что Узбекистан, он в отличие от Таджикистана, который, значит, опасается очень контактов с талибаном, рассчитывает на транзит. Транзит через территорию Афганистана к, значит, к теплым морям, да, через Пакистан. Да, и, кстати говоря, территория, вот эта вот граница между Пакистаном и Афганистаном, она условная. Она когда-то где-то проведена была британскими колонизаторами, но по ту сторону от границы, которая называется уже страна Пакистан, там проживает то же самое население, что и в Афганистане, пуштуны. И, в общем-то говоря, вот во время афганской войны, вот когда там был ограниченный советский контингент, вот эта территория, собственно, была базой для афганцев. Вот эта формальная граница, ну, не позволяла туда вторгнуться советским войскам, там как-то и войскам, значит, Царандоль назывался войска, союзного Советскому Союзу, афганского правительства. Ну, вот граница. Там же Пакистан. Ну, вот как они решат Пакистан с ними, со своими друзьями, трудно сказать, потому что, в общем-то говоря, современная победа Талибана – это следствие работы пакистанской разведки тоже. Одна из них. Ну, вот я вам рассказал. Я знаю, что Дарья Митина уже покритиковала выступление Кабулова. Она с ними согласна. Но я могу только сказать, что ясное дело, что наши политические деятели принимают решения без оглядки на науку. Да, мы читаем ваши отчёты, они для нас очень важны. Да, вот недавно подложили под принтер, чтобы он не так стучал под крышки стола. Может быть и так. Вообще, это очень печально, с одной стороны. Наука – наукой, а политика – политикой. Это то же самое можно отнести и к политике американской. Они резко вошли в Афганистан, думали, что-то они там переделали. Вот здесь же не Германия. Это Германия взяла под козырёк. Всё, мы проиграли, всё правильно, вы победили. Всё, вот что теперь? Вот сравните. А это сколько лет продолжается уже? Первый раз туда вошли в 80-м году иностранные силы. 40 лет назад. Вот представьте себе, 45-й год плюс 40 – 95-й год. Германия была совсем другой. А в 85-й год, простите, я арифметику забыл. Германия была совсем другой, чем в 45-м году. А тут нет. И даже через 20 лет она была в другой, в 65-м году. А тут нет. Вот так вот. Ну ладно, не забудьте поддержать меня материально. Вот это самое главное. Вот Афганистан-то вы не поддержите, а меня уж, пожалуйста, поддержите. Я ведь ради вас тут, хотел сказать, мучаюсь. Смотрю отчёты о заседании президиума. Но не то, что я уж прям мучаюсь. Но работа есть работа. Так что поддержите меня. Внизу у меня есть номер сбербанской карточки. Счёт в сбербанке есть. PayPal, Donation, Nailers, Kiwi, кошелёк. Кошелёк ВКонтакте. YouMoney. Можете стать спонсорами моего канала на Ютубе. И записывайтесь ко мне в ученики, списавшись предварительно со мной в ВКонтакте или на Фейсбуке. Деньги мне нужны очень. Не забывайте. Как-то народ как-то на это не обращает внимания, на мои просьбы. Так, мы посмотрели, пошли. Ага, бесплатный сыр в мышеловке. Учтите. Пока.